Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, многие, кто начинает изучать машинное обучение, в первую очередь думают о нейронных сетях. Сейчас эта тема на вершине популярности благодаря новым техникам построения и обучения глубоких нейронных сетей – дзиплёнин. Именно эти сети позволяют лучше многих алгоритмов обрабатывать данные сложной структуры. В первую очередь изображение, звук, текст и тому подобное. А появление генеративно-состязательных сетей в 2015 году дало возможность генерировать новые сложные структуры данных, такие как изображения, видео, звуки. В результате появились алгоритмы, сочиняющие стихи, музыку, программы по анимированию изображения, создание дипфейков, стилизация изображений и т.д. Сейчас глубокие нейронные сети применяются практически во всех сферах, где требуется обработка данных сложной структуры. Но почему они оказались так успешны на этом поприще? Ответ в целом очень прост. Глубокие нейронные сети в первых слоях формируют новые качественные признаки, которые гораздо проще обрабатывать стандартными алгоритмами, например, линейным классикатором в задаче распознавания. Однако, чтобы сеть представляла собой единое целое, то и выделение вторичных признаков, и задача их обработки объединяются в одну общую структуру под названием глубокие нейронные сети. Благодаря единой целостной конструкции алгоритма в процессе их обучения происходит автоматическая настройка первых слоев, которая отвечает за обработку выделения вот этих вот новых признаков. Получается тесная интеграция двух блоков общей схемы. И это в итоге заметно повышает качество работы сети в целом. По нейронным сетям я уже создавал довольно подробные курсы. Ссылки на них будут под этим видео. Поэтому не буду повторяться и пытаться уместить весь этот материал в курсе по машинному обучению. Нейронные сети — это одна большая и в некотором смысле отдельная область машинного обучения. Хотя для их понимания нужно хорошо себе представлять и тот материал, что мы уже с вами проходили. Но некоторые моменты, о которых мало или смазанно упоминал вот в этих плейлистах, я расскажу в рамках этого курса. Чтобы мы понимали друг друга, еще раз, в который раз, приведу общую схему полносвязной нейронной сети прямого распространения. Здесь вот сюда вот на вход поступает вектор из n признаков, из n плюс 1 признаков, потому что еще есть вот это вот смещение. Затем на каждом вот этом вот сумматоре скрытого слоя выполняется взвешенная сумма, то есть вычисляется взвешенная сумма соответствующих признаков с весовыми коэффициентами, которые идут вот на этот сумматор в виде вот таких вот связей. А затем эта сумма пропускается через функцию активации и формируется выходное значение OH. То есть вот это вот OH выходное значение на соответствующем нейроне скрытого слоя. Получаем вектор промежуточных значений. Далее эти выходы подаются на следующий слой, на сумматор следующего слоя и также пропускаются через функцию активации. Получаем выходные значения от А1 до АМ. Вот в двух словах принцип работы полносвязанной нейронной сети прямого распространения. И легко видеть, что каждый нейрон, вот этот вот нейрон-1, здесь представляет собой, по сути дела, линейный алгоритм, подобно тому, который мы с вами уже рассматривали на предыдущих занятиях. То есть нейронная сеть, по сути дела, это суперпозиция линейных алгоритмов, но с нелинейными функциями активации. Почему так важно, чтобы вот эта вот функция была нелинейной? Если, например, взять ее линейной, ну, например, вот такой вот, то мы получим суперпозицию обычных линейных алгоритмов, которые в итоге будут вырождаться в один простой единый линейный алгоритм. То есть суперпозиция линейных алгоритмов дает просто обычный линейный алгоритм. И смысла вот в такой суперпозиции уже нету. Поэтому вот эта вот функция обязательно должна быть нелинейной, по крайней мере, для скрытых слоев. А вот для выходных она иногда может быть линейной, в частности, когда решается задача регрессии. Вообще существует определенный джентльменский набор этих функций активации. Наиболее часто используется следующее. Ступенчатая, сигмоидная, гиперболический тангенс, релу. Ну, а в выходных нейронах, то есть вот в нейронах вот этого вот выходного слоя, иногда еще применяется линейная или функция softmax. Конечно, существует и множество других функций активации. Подробно о некоторых из них я рассказывал в курсе по нейронным сетям. Итак, нейронная сеть в каждом новом слое фактически формирует новые признаки, вот они, OH, и подаются на следующий слой. Тогда получается, что от слоя к слою могут формироваться все более и более сложные признаки, и это, наверное, должно улучшать работу сети в целом. И здесь возникает вопрос, а сколько слоев нам следует взять, чтобы успешно решить поставленную задачу? Удивительно, но на этот вопрос есть строгий математический ответ. В 1989 году американский математик Джордж Цибенко доказал, что при сигмоидной функции активации всегда можно подобрать такое конечное число нейронов скрытого слоя, чтобы сеть могла аппроксимировать любую произвольную непрерывную функцию в n-мерном единичном кубе с любой наперед заданной точностью ε. То есть ε – это некое малое положительное число. То есть эта теорема гласит, что нам достаточно для решения любой поставленной задачи сформировать двухслойную нейронную сеть, так как она изображена вот на этом рисунке, и выбрать нужное количество вот этих вот нейронов скрытого слоя. И теоретически любая задача по аппроксимации вот такой вот непрерывной функции будет ей решаться. То есть из этой теоремы вытекает, что двухслойная нейронная сеть способна решить все те же самые задачи, что и многослойная. По крайней мере, она может аппроксимировать любые непрерывные функции f от x. Однако нейрофизиология подсказывает нам, что природа пошла несколько по другому пути. И, например, в головном мозге человека в среднем работают эквивалентные биологические нейросети с числом слоёв от 10 до 20. Как получили эту оценку? Очень просто. Измерили время реакции на внешние раздражители и разделили её на среднее время прохождения сигнала через один нейрон. Получили число от 10 до 20. Спрашивается, почему природа, эволюция сформировала именно глубокие нейронные сети? Хотя математик утверждает, что достаточно и двух слоёв. Здесь есть, по крайней мере, одна веская причина для перехода к многослойным сетям. Это общее число нейронов и скорость обучения. Приведённая теорема ничего нам не говорит о количестве нейронов вот этого вот скрытого слоя h. Сколько их нужно взять? И вообще говоря, эта величина может стремиться к очень большим значениям. И было экспериментально замечено, что многослойная сеть с меньшим числом нейронов способна аппроксимировать функцию f от x с той же точностью, что и двухслойная. Мало того, формируя множество последовательных слоёв в нейронных сетях, структура входного сигнала будет постепенно меняться от слоя к слою, становиться всё более и более общей, выделяя всё более и более общие признаки. Например, свёрточные нейронные сети в своих первых слоях выделяют некие вот такие вот признаки для того, чтобы классификатор, полносвязная нейронная сеть, на выходе оперировала уже не отдельными пикселами изображения, а именно вот такими вот более состоятельными признаками, для того, чтобы на выходе формировало нужное значение. Как вы понимаете, двухслойные нейронные сети прямого распространения не обладают таким свойством. Также, несмотря на эту теорему, на практике обучить двухслойные нейронные сети, например, для решения задачи классификации изображений, так, чтобы она решала задачу не хуже, глубокие нейронные сети не удаётся. Глубокие сети не только содержат меньше нейронов, но и проще обучаются на сложных задачах, таких как обработка изображений, звуков, текстов и прочее. Именно поэтому глубокие нейронные сети завоевали большую популярность и в ряде важных направлений остаются вне конкуренции. Но и в заключении этого занятия продемонстрирую простые примеры нейронных сетей для решения задачи классификации двумерных бинарных сигналов. На уровне этих бинарных признаков, то есть признаков х1 и х2, мы можем сформировать вот такие вот бинарные функции, то есть функции и, или, ксор, то есть исключающие или и не. И поставим задачу классификации этих образов, то есть закрашенные точки, пусть это будет класс с меткой 1, а незакрашенные – это класс с меткой 0. Так вот, для трех функций и, или, не, мы можем легко сформировать следующие алгоритмы их обработки. Смотрите, для функций и нам достаточно взять и сложить два вот этих вот признака, х1 и х2, они бинарные, я напомню, и вычесть полтора, то есть три вторые – это полтора, и сравнить с порогом 0. Если эта величина больше порога, то выдается 1. Если меньше порога 0, то выдается 0. И аналогично для или и не. В результате, исходя вот из этих формул, мы можем сразу построить нужные нам нейронные сети. В данном случае вот эта вот нейронная сеть будет стать всего из одного нейрона. То есть действительно здесь просто суммируется два входных признака, вот этот сумматор. Веса для х1 и х2 мы берем равные единице, вот они. Ну и вычитаем еще три вторых, поэтому здесь вот у признака минус 1, который называется байос смещения, мы ставим вес три вторые. В итоге вот здесь на сумматре у нас получается вот такая вот сумма, а дальше идет пороговая функция, которая сравнивает эту сумму с порогом 0. Если порог больше 0, то выдается 1. Если меньше 0, то выдается 0. Вот так вот мы с помощью очень простой нейронной сети, состоящей из одного нейрона, можем реализовать классификацию вот таких вот образов, распределенных с помощью логической булевой функции i. То есть, по сути, мы повторили работу вот этой вот булевой функции. Кстати, в качестве домашнего задания подумайте, почему для функции i взята именно такая формула. Ну и то же самое для или и не. Далее, следующая булева функция или, очевидным образом, у нас тоже будет стоять из одного нейрона, только здесь вот вместо коэффициента 3 вторых будет коэффициент 1 вторая. А во всем остальном она работает абсолютно так же. То есть, в качестве вот здесь вот функции активации взята пороговая функция, которая сравнивает сигнал с нулем. Ну и, наконец, вот эта вот функция не, она определяет с помощью вот такой нейронной сети, тоже из одного нейрона. Здесь у нас вес минус 1, здесь 0, потому что второй признак нам не нужен. Мы инвертируем именно первый признак, ну и прибавляем 1 вторую, поэтому здесь вес минус 1 вторая. Получаем такую вот формулу, сравниваем опять же с порогом 0 и выдаем определенные значения. Однако, вот для такой функции XOR у нас не получится построить нейронную сеть, состоящую из одного нейрона. Потому что если попробовать расписать эту функцию с помощью вот таких вот более простых булевых функций, у нас получается следующая формула. Смотрите, здесь используются операции конъюнкции и дизюнкции для формирования выходного значения. А уже потом вот эти вот выходные значения вычитаются друг из друга, и еще вычитается значение 1 вторая. И только после этого все сравнивается с порогом 0. Очевидно, чтобы реализовать вот такую вот логику, нам потребуется уже двухслойная нейронная сеть. То есть вот эту дизюнкцию, операцию логической ИЛИ, мы вычисляем вот на этом нейроне, вот она здесь приведена, а операции конъюнкции логической И на этом нейроне. Затем выходы вот с этих двух нейронов мы вычитаем друг из друга, поэтому здесь коэффициент минус 1. То есть мы вычитаем вот эту вот конъюнкцию из дизюнкции. А здесь, соответственно, вес плюс 1. Все это попадает на сумматор следующего слоя, то есть это следующий нейрон, и порог минус 1 вторая. Проходит через пороговую функцию, и на выходе формируется сигнал, исключающего ИЛИ, ксор. Причем вот эти вот функции активации у нас тоже пороговые, то есть для того, чтобы мы могли сформировать конъюнкцию и дизюнкцию. То есть вот этот вот пример показывает, что некоторые задачи, например, такая как задача ксор, не может быть решена нейронной сети из одного слоя. Необходимо как минимум два слоя. Хотя на самом деле ту же самую задачу, исключающую ИЛИ, можно было бы решить с помощью обычного линейного алгоритма, если бы мы создали еще один дополнительный признак, вот такой вот, х1 умноженный на х2. То есть вот эта вот формула, она эквивалентна, в общем-то, вот этой вот формуле. И тогда нам нужно было бы подать на вход вот такой вот вектор, состоящий из признаков х1, х2, и признака х1 умноженный на х2, и тогда было бы достаточно взять нейронную сеть, состоящую из одного нейрона. Но тогда вот нам дополнительно нужно было бы самим, самостоятельно, сформировать вот такой вот дополнительный признак. На практике, вообще говоря, применимы оба подхода. Иногда делают выделение признаков самостоятельное, и уже потом их обрабатывают, а иногда все подается на многослойную нейронную сеть, так, чтобы она сама формировала нужные признаки. То есть, исходя из постановки задачи, ее можно решать и первым, и вторым способом. На этом мы с вами завершим первое краткое теоретическое введение в нейронной сети. Более подробную информацию по нейронным сетям смотрите вот в этих плейлистах, ссылка будет под этим видео. А на следующем занятии мы подробно рассмотрим алгоритм Backpropagation для обучения полносвязанных нейронных сетей.